Привет, друзья! Вот наша вторая гидропонная система Акваподду. Немного о ней я расскажу. Система эта для беспочвенного выращивания растений, предназначена для культивирования растений в домашних условиях гидропонным методом, что позволяет ее использовать два метода полива. Это капельный полив и глубоководный полив, то есть ДВЦ. Установка рассчитана для растений, емкость которого резервуара составляет каждое по 20 минут. В ней можно выращивать основные овощи, томаты, перцы и так далее. Там и прочее очень много остальных людей. Установка рассчитана для домашнего использования или в оранжереях, в теплицах, в комнатах или даже на балконах. Ее занимаемая площадь составляет около полуквадрата. В Акваподду реализован метод глубоководного погружения корней в капельный полив, корни растений, которые находятся в питательном растворе, которые аэрируются компрессором двумя на два выхода, аэриционными камнями. И водяная помпа, которая подает резервуар по центральной магистрали, по этим шлагочкам, через капельный полив от 0 до 70 литров проходимость. Но можно ее использовать, а можно не использовать, просто прямотоком подаваться вода. Сейчас я покажу, как она работает. Ее, в принципе, комплектация – это два горшка, компрессор, насос 830 литров проходимость, две шланги, все фитинги, все разъемы, датчик вывода воды уровня, аварийный клапан сброса воды, это или для замены воды. Сейчас мы включим компрессор, каррируется, сейчас мы включим насос. Погоняй, протек. Так, это 0 до 70 литров проходимость, это капельница. Вот, а можно и без ее использования. Насос. Насос, к сожалению, там не видно, но он до лез. Сейчас я теперь выпечу, можно будет его посмотреть. Характеристики я оставлю подписанным под видео. Приходим, насосик, 120 литров проходимость. В общем, все вопросы задавайте в комментариях, я сразу буду на них отвечать. В дальнейшем видео мы будем снимать, сделаем около 3 посадочных места, с 4 баком резервов. И так далее. Будет кватор, и пошло, пошло, пошло. Все, друзья, всем теперь хорошего и классного урожая. Все, друзья, давайте.